Допустим, у вас есть давняя мечта Собственный автомобиль И вот мечта исполнилась Радости, полные штаны, точнее, пустые Но жизнь прекрасна, ведь вы так этого хотели Так здорово рулить собственным автомобилем Можно поехать куда угодно Столько эмоций Некоторое время спустя Опять не заводится Не едет нифига Сраная коробка Проблемости никакой Чё, как жарко-то Чё так неудобно Надоело Радость как-то приутихла Былых эмоций от первого автомобиля уже нет И хочется чего-то большего Должно быть, мечта была слабенькой Вот была бы у меня Ламборгини Представим, что это стало реальностью Вы стали обладателем Ламборгини Автомобиль мечты Хотя о первом автомобиле вы тоже мечтали Но это ведь другое Необузданная мощь, рёв мотора в ушах Невероятный дизайн Красивый желтый цвет Кабриолет Такой автомобиль Точно не надоест Или Надоест К сожалению, когда-нибудь даже Ламборгини Перестанет приносить радость А уровень счастья Сравняется с тем, что у вас было Когда вы ходили пешком И лишь мечтали об автомобиле Рано или поздно Мозг убивает радость от любых вещей Занятий и отношений Какого хера? Этот феномен называется Гедонистическая адаптация Тенденция людей держаться На относительно стабильном уровне счастья А также быстро возвращаться К этому уровню После серьезных позитивных Или негативных событий И изменений в жизни Этот термин в начале 70-х Предложили ученые Филипп Брикман И Дональд Кэмпбелл Они утверждали, что острота восприятия Любого нового стимула Относительно и зависит от сравнения С предшествующими раздражителями То есть наше представление О том, что такое, скажем, резкий запах Громкий звук или большая скорость Относительно и зависит от предыдущего опыта Запахами, звуками или скоростью Точно так же непостоянны и наши желания Они меняются А чаще всего растут С каждой удовлетворенной потребностью Именно поэтому мы никогда не будем Надолго довольны тем, что у нас уже есть Процесс гидонистической адаптации основан на нейробиологических процессах Сильные раздражители запускают перепроизводство нейротрансмиттеров В первую очередь дофамина и серотонина Для поддержания стабильного состояния Нервная система уменьшает число реагирующих на них рецепторов Или снижает их чувствительность Это своего рода защита от передоза Позитивными или негативными эмоциями Механизм отчасти схож с наркотической зависимостью Азартные и компьютерные игры Порно Экстремальный спорт И любые другие регулярные интенсивные переживания Даже просмотр политических новостей Будут снижать чувствительность мозга Ну и зачем это нужно? Есть и плюсы Ведь благодаря этому механизму Мы не останавливаемся на достигнутом Поднажми почти тысячи часов в КС Но самое главное, что к неприятному Мы привыкаем точно так же, как и к удовольствию Существует исследование, в котором ученые сравнивали Победителей лотерей и тех, кого поразил паралич В нем утверждается, что обе группы Через какое-то время в большинстве своем Возвращались к тому же субъективному уровню счастья Который они имели до этих драматических событий Впоследствии подобные результаты были получены В другом исследовании, где наблюдали за людьми, получившими сильнейшие травмы позвоночника Спустя неделю после трагедии пострадавшие, как и было логично предположить, все еще страдали Но уже к концу второго месяца положительные эмоции начали преобладать над отрицательными Небольшое лирическое отступление Я и сам в свое время умудрился каким-то образом сломать спину И с того момента она болит у меня абсолютно каждый день Но вы как видите, жизнь после этого есть и радоваться тоже можно Так что я как бы почти что участник этого исследования Но на самом деле гидонистическая адаптация не всегда ведет именно к притуплению ощущений Иногда продолжительное воздействие яркого стимула приводит к синсетизации Росту гидонистической реакции То есть, например, люди, которые начали серьезно увлекаться музыкой Со временем распознают все больше нюансов композиций Получая больше удовольствия от процесса прослушивания музыки А дальше начинается самое интересное В 1996 году ученые опубликовали результаты наблюдения за тысячей пар близнецов В ходе которого выяснилось, что генетика определяет до 50% нашего эмоционального состояния Поэтому кто-то всегда такой веселый и беззаботный Достали А кто-то унылый и грустный Так что не трогайте их Тем не менее, ученые из Стэнфорда утверждают, что до 40% нашего эмоционального фона Подвергается изменению целенаправленной работой Это не может не радовать все-таки многое в наших руках Теперь я радуюсь! И что нужно делать? Приобретайте не вещи, а впечатления Неоднократные исследования показали, что впечатления делают людей более счастливыми, чем материальные блага Например, это могут быть путешествия или просто время, проведенное с друзьями Во-первых, мы не успеваем адаптироваться к очень ярким и кратковременным раздражителям А во-вторых, впечатления от опыта становятся основой воспоминаний, которые наш мозг постоянно искажает и приукрашает Таким образом, даже регулярно прокручивая воспоминания, мы долго к ним адаптируемся и растягиваем удовольствие Но не забывайте о разнообразии Приятные ощущения не должны быть однотипными Иначе мы к ним, очевидно, привыкаем Например, можно чередовать сибористские удовольствия с активными адреналиновыми После катания на горных лыжах или разучивания нового трюка на мотоцикле Тихий вечер под пледом со стаканом водички снова покажется прекрасным Правда, тут должно было быть вино, а киса не очень любит обниматься Мега-крутой переход! Клирической концовке! И не воспринимайте свою жизнь как должное Чудо не произойдет, само собой ничего не наладится Хитрость в том, что нам может показаться, будто все не так уж и плохо Отношения бывают хуже, зарплата не такая уж и маленькая, а правительство можно потерпеть Но на самом деле мы ко всему привыкаем и просто перестаем замечать бедственность собственного положения Удивляться каждый день реально, но это требует осознанности и работы над собой Год выдается не самым простым, так что немного юг индуитов вам лет С вами был Дагон и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok